Анатолий, отличная идея сократить количество российских дипломатов в Кишиневе до трех. Я была в Кишиневе и видела, какую огромную территорию на самом деле занимает. Мне было с чем сравнить. Я смотрела на украинское посольство и на российское. А давайте разберемся с Гагаузией. Гагаузия – это территория на юге Молдовы, и это анклав России бесконечный. Вот если с Приднестровьем для меня как бы понятно, зашли, отжали и пугали тем, что будет большая война или реки крови, то вот с Гагаузией нет. Зачем им нужна эта территория? Ведь Гагаузы – это не совсем, извините, зараженные православием головного мозга. У этих людей другое вероисповедание. Это тюркский народ. Нет, они православные. А как так получается? Слушайте, вот ведь тогда же, ну давайте честно, Эрдоган, почему Эрдоган, президент Турции, да, то есть руководитель Турции Анкара фактически, встали и, честно говоря, это Гагаузы, которые там живут. Мы получили гарантии от Турции, поэтому у нас не было того, что в Приднестровье. Поэтому мы получили автономию, поэтому мы договорились с Кишиневым. Огромные инвестиции вкладывает в Гагаузию Евросоюз. Я посмотрела ряд материалов, Румыния в частности, вот там отстраивают какую-то большую школу. Но когда выходят на улицу и спрашивают у людей, люди говорят, не-не-не, все это делает Россия, это все только Путин, и это вообще тут нам только нужно с Россией дружить. Что там такого? Чего мы не видим? В чем интерес России? Там что, алмазы, золото, что там, нефть? Зачем им эта территория? В 1994 году под давлением России Молдова приняла два больших решения. Неудачными, несчастными и антимолдавскими. Это, во-первых, гагаузская автономия дали им под предлогом, что они должны сохранить свою культуру, свой язык развивать, развивать связи с тюркскими народами и так далее и тому подобное. И второе, мы приняли закон о нейтралитете. Согласно Конституции 2004 года, оно было принято в 2005 году, Молдова является нейтральной страной. Но это самое большое такое недоумение, потому что не может быть непризнанной нейтральной страной. И, во-вторых, нейтральная страна не должна иметь на свою территорию оккупационную армию, каким является российская армия, которая находится в Приднестровье. Вот гагаузия с тех пор, как дали ей автономию, они очень сильно осели на российскую пропаганду. Они не захотели учить свой язык, не захотели открывать школу на гагаузском языке. Ну, это не такого языка гагаузского, это турецкий язык. И они не захотели, ну, за некоторые исключения, развивать свою культуру. Ну, гагаузы появились у нас в Молдове после аннексии Бессарабии, России, после 1812 года. Им там дали земли, но их не принимали как народ. Они пришли из Болгарии. Из Болгарии это турки, которые приняли христианство. Они не приехали сюда как освободители, они там не родились. Это им, их принимали, им дали землю, дали право жить и дали очень много прав. Сейчас они за это неблагодарны и они остаются благодарны России. Почему Россия хочет федерализацию Молдовы? Кстати, Меркель и Путин много раз говорили об этом, даже пришли к заключению о том, что Германия являлась единственной европейской страной, которая поддерживала федерализацию Республики Молдова. И они хотели получить от нашего правительства, от Молдовы, право вето для Приднестровья и для Гагаузии по внешнеполитическим вопросам. То есть, Республика Молдова захочет вступить в Евросоюзе, Приднестровье и Гагаузия, они могут наложить вето на это. И все, мы остаемся в зоне влияния России. Это пятая колонна, это является как бы инструментом России для закрытия нашего доступа в Евросоюз. У нас европейский вектор это вступление в Евросоюзе, как и у Украины, вступление в Евросоюзе. Сейчас Россия использует всевозможные, всевозможные инструменты для того, чтобы заблокировать наш европейский путь. Поэтому они делают большие инвестиции в политиках Гагаузии, не в экономику Гагаузии, не в самом народе. Румыния делает намного больше инвестиций в Гагаузии, чем делает Россия. Россия отправила пару раз пару ржавых тракторов и этим и кончилось. Но зато политики оттуда, они получают большие деньги, сами получают. И после того, как они заканчивают свои сроки в Гагаузии в Приднестровье, они улетают все в Германию. Большинство тех, которые убежали из Молдовы, они нашли приют в Германии. Вот один из лидеров Антифа, Петренко, он получил политическое убежище в Германии. Вот эти люди, которые в 2014 году участвовали в создании Буджакской республики, которые участвовали в проведении референдума в Гагаузии, которые хотели присоединение Приднестровье и Гагаузии к Буджакской республике и к Новороссии, которые проходили подготовку в России. Сейчас большинство из них находится в Германии. Украина закрыла им доступ. Тогда Буджакская республика сдохла в начале зачатия ее. И эти самые наши политики, которые участвовали в съездах, были в Белгороднестровске, в Одессе, их уже в Украину не пускают. И здесь они потеряли свою поддержку. Но тогда они готовили 100 боевиков в России. Они на несколько месяцев проходили подготовку в России. И были готовы, потому что Россия до аннексии Крыма проводила два референдума в Гагаузии, где 94% населения были за выхода из состава Молдовы и присоединение к Союзу Россия-Беларусь-Казахстан. И поэтому, но этот сценарий не пошел, Новороссия сдохла, и они не смогли это объединиться, не смогли, не получили поддержку, и этот путь закрылся. И сейчас они хотят все возобновить, потому что из-за войны России против Украины начался энергетический кризис. Россия начала шантаж Европы. Выселись цены на газ, на электричество. Приднестровье закрыло нам электричество. В Украине были разрушены энергосети. Украина не смогла экспортировать в Молдову, потому что мы покупали из Украины электричество. Были вынуждены опять покупать из Приднестровья. Но сейчас этот вопрос вроде бы решен. Украина возобновила экспорт электроэнергии. Газ мы покупаем в другом месте. И Путин не может нас шантажировать, потому что для него это самое главное – шантаж.